Всем привет! Меня по-прежнему зовут Алексеев Николай. Мы с вами находимся на канале Rain Game Studio, и это цикл уроков по левел-дизайну в Unity. Я приношу свои извинения за такой длительный перерыв. У меня были как организационные, так и технические сложности. Надеюсь, что дальше всё будет выходить более регулярно. И сегодня у нас пятый урок из цикла, который будет посвящен основам работы с Террейном. Давайте начинать! Сегодня мы с вами рассмотрим не стандартный способ работы с Террейном в Unity, а использование в качестве земли 3D-моделек, созданных в других программках. Как создавать эти модели я показывать не буду, потому что это дело исключительно каждого. Тут кому как удобно. Я лично создавал просто в ZBrush моделил, просто неровный кусок плоскости, и потом его затекстурил. В качестве примера могу показать очень простую программу, называется GeoControl 2, в которой вы просто линиями рисуете примерные места, где будет какая высота вашего Террейна, затем указываете параметры земли, то есть ширина, высота максимальная, и после этого нажимаете кнопочку Generate, она выдает вам готовую 3D-модельку. Вы можете выгрузить ее в качестве хейтмапа, просто можете выгрузить в качестве именно меша, и потом сделать ретопологию. Я делал именно так, то есть не из GeoControl, а просто я сделал высокополигональную модельку земли, потом сделал ее ретопологию, чтобы она стала низкополигональной, потом порезал ее на кусочки, опять-таки для оптимизации процесса, и после этого запек на нее текстурки, именно карты нормалей, карты высот и прочее. После чего затекстурировал, используя программку Quixel Suite. Также вы можете использовать Substance Painter, сейчас вышел второй, достаточно оптимизированный по сравнению с первым, либо, конечно, можно использовать классический вариант Photoshop, просто рисовать текстуры непосредственно прямо на развертке вашей. А в любом случае, какой способ вы выберете, это исключительно ваше дело. Если хотите, я могу снять урок более подробно, непосредственно именно об этом. Но пока мы возвращаемся к Unity. И что мы делаем? То есть первое, что мы делаем, это загружаем модельку нашей земли в Unity. И дальше наша основная задача, это как-то ее оживить. Чтобы оживить модельку, нам нужно нарисовать на ней растительность. То есть без травы, деревьев, камней земля выглядит как минимум пусто и нереалистично. Тем более, что у нас вроде как нарисована текстура травы, а никаких стебельков из нее не торчит. Это неправдоподобно. И для того, чтобы сделать это непосредственно на 3D-модели, мы будем пользоваться сторонним плагином. Плагин этот называется MeshBrush. Для того, чтобы сегодня вам его показать, мне его лебезно предоставил его автор. Ссылка на сам плагин будет в описании. Он достаточно дешево стоит на AssetStory, поэтому всем советую к приобретению. Ну и сейчас я вам покажу, на что он вообще способен и основные приемы работы с ним. Естественно, не все, потому что полностью его разбирать. Это нужно делать полноценный обзор. А для основ сегодня, так сказать, хватит. Данный плагин, после того, как вы его загрузили в Unity, можно добавить к любому объекту, на котором есть коллайдер. Коллайдер может быть любым. Это Сфер, Куб или даже Мэш коллайдер непринципиально. Главное, чтобы коллайдер был единственным экземплярем на конкретной модели. Добавить его можно стандартным способом, то есть через Z-компонент меню конкретного объекта. И после этого вы уже на самом компоненте добавляете модельку того, что вы хотите нарисовать. То есть чем, какой травой, камнями или еще другими объектами вы хотите рисовать. Это не обязательно должна быть именно растительность. То есть вы можете на модельке вашего танка рисовать заклепки таким образом. То есть тут совершенно нет ограничений в использовании. Просто мы сейчас работаем с террейном, поэтому и рассматривать будем траву. А выбрав модельку травы, мы, соответственно, можем рисовать по той модели, на которую помещен наш плагин. Для рисования нужно просто навести мышку на то место, которое вы хотите, и нажать кнопочку P на клавиатуре. Соответственно, произойдет рисование. Есть функция автоматического рисования с задержкой. То есть вы устанавливаете в настройках плагина задержку, допустим, в одну секунду, и просто вводите мышкой. Каждую секунду в том месте, где находится мышка, будет появляться новая моделька. Но это не единственная возможность вообще данного плагина, и добавлять его на модель можно не только таким образом. После того, как плагин добавляется в Unity, для него появляется отдельный подпункт меню в меню GameObject, и через него вы можете добавить плагин непосредственно к выделенному объекту или вообще ко всей сцене. Давайте посмотрим, как это работает. Если вы выбираете добавление к выделенному объекту, то это ничем не отличается от добавления плагина через Z-компоненты. Дальше вы точно так же можете выбрать модельку того, чем собираетесь рисовать, и рисовать непосредственно по модели. Второй же вариант добавления плагина на сцену — это выбор Global Painting, то есть глобальное рисование по всему, что вообще есть на сцене. То есть все объекты, у которых будет коллайдер, будут рассматриваться плагином как холст для рисования. То есть если у вас есть земля, камни, еще что-то, вы будете рисовать травой прямо по всему, что есть. Соответственно, мы сейчас добавляем ко всей нашей сцене. У нас есть уже добавленный террейн, и у нас есть наша сфера. И плагин будет рисовать одновременно по всем этим поверхностям. В плагине есть достаточно небольшое, но все-таки широкое количество настроек. Одно из них — это наименование группы, в которой будут объединяться все компоненты. Вы можете задать его вручную, либо у вас будет создан просто объект со служебным названием. Дальше можно его переименовать опять-таки руками уже. И после этого, точно так же, используя клавишу P, вы можете наносить свои объекты поверх объектов, которые уже есть на сцене. Также в настройках вы можете указать то, как будет выглядеть ваша кисть. То есть вы можете задать ей цвет. Например, на белой сфере очень плохо видно белую кисть. Соответственно, вы задаете ей красный цвет, и кисть становится достаточно яркой, вы ее видите. Можно задать ей радиус. Также можно пометить все отрисованные объекты как статические. Это пригодится в дальнейшем для оптимизации процесса, и вам не придется вручную это делать. То есть плагин уже будет рисовать объекты как статические на сцене. Еще один нюанс. Для того, чтобы плагин корректно работал, у вас в данный момент времени должно быть активно именно окно со сценой. То есть если вы в настройках что-то поменяли, и сразу же ведете мышкой по рисованию, ничего не произойдет. Нужно, например, хотя бы покрутить камерой в видовом окне именно сцены. После этого плагин начинает отрабатывать. В противном случае вы будете нажимать клавишу P, вводить мышкой, и ничего не будет происходить. Еще одной полезной настройкой плагина является возможность создания рандома размеров и поворотов моделей. По умолчанию все модели устанавливаются именно со стандартным нулевым поворотом вокруг оси Y. А по всем остальным осям получается, что они выстраиваются по касательной к тому месту, куда вы рисуете. То есть у вас всегда трава и деревья будут расположены по отношению к наклону земли, куда вы ее располагаете. Однако вы можете указать рандомный параметр поворота вокруг собственной оси, а также случайный подбор размеров модели, чтобы травинки, кустики или деревья были побольше, поменьше. Так же, как это делает стандартный функционал Unity по рисованию на террейне. И, соответственно, используя данный плагин, вы можете создать достаточно живую и разношерстную сцену, которая будет выглядеть более правдоподобно, чем то, что нам может дать стандартный функционал террейна Unity. Также еще одной очень важной функцией этого плагина является возможность сгруппировать все то, что вы нарисовали, в один цельный объект. И после этого этот объект можно сохранить на диск себе в виде готового ассета. В любом случае, сторонние 3D-модели будут выглядеть живее, чем стандартный террейн, но, допустим, у вас нет денег или желания платить за сторонние плагины, а вы все равно хотите получить хороший результат. Тогда можно прибегнуть к небольшому костылю, который нам, собственно, предлагают сами Юнитеки в своих тестовых сценах, которые они создавали для того, чтобы продемонстрировать, на что способна Unity 5. Там очень красивая земля, там лужи на земле, там все прекрасно, все отражается, красивая травка. И это, на самом деле, обман, потому что они не применяют для визуализации стандартный террейн Юнити. Они точно так же сделали несколько 3D-моделек вовне, там их затекстурировали, написали для них новый шейдер, который работает с масками, и благодаря этому смогли показать такой красивый результат. На самом деле, это хороший подход к делу, то есть вы действительно можете набросать собственный шейдер, который будет там стеселяться и в зависимости от расстояния камеры, чтобы увеличивать детализацию вашей земли. Больше там каких-то деталей с помощью маск, все это будет в режиме PBR, и, соответственно, все будет красиво. Но как нам тогда разместить растительность? Опять-таки, если мы не хотим платить за плагины сторонние, мы можем применить стандартный функционал Юнити, но не тем методом, на который он рассчитан. Соответственно, это вторая часть нашего сегодняшнего урока, давайте перейдем к ней. Для этого нам необходимо создать террейн, который будет размером точно такой же, как наша сторонняя моделька. Разместить его непосредственно снизу под нашей моделькой, а затем по высоте выровнять под то, примерно как выглядит наш ландшафт. Это можно сделать с помощью карты высот, например, которую вы можете выгрузить из своей же 3D-модельки, а потом скормить террейну. Или просто вручную кисточкой примерно подстроить, чтобы все совпадало по высоте. Естественно, идеального совпадения от вас никто не требует, потому что это не тот случай, когда нужно получить копию. Потому что если бы вы могли получить копию этого террейна с помощью стандартного, то зачем мы вообще все это делали? Мы просто примерно подстраиваем, чтобы он чуть-чуть там где-то выпирал, чуть-чуть впадал. И после этого рисуем всю растительность стандартным функционалом Юнити. То есть просто добавляем травинки, деревья и отрисовываем их на стандартном террейне. Таким образом, получая, в принципе, неплохой результат именно расположения растительности. Плюс у нас по умолчанию уже будет встроенный функционал Юнити по оптимизации отрисовки травы и деревьев, которые работают на террейне. Но что, собственно, делать со стандартным террейном, который явным образом нам мешается здесь? Для этого мы просто переходим во вкладочку настроек террейна и убираем галочку Draw. Таким образом, у нас отрисовка террейна исчезает, а все объекты, нарисованные на нем, остаются. Рисовать, кстати, можно и с выключенной галочкой Draw, то есть точно так же продолжать отрисовывать те же самые деревья поверх вашего террейна. И может сложиться даже впечатление, что вы рисуете по своей 3D-модельке. С точки зрения оптимизации рабочего процесса, а также с точки зрения красоты картинки и оптимизации вашей игры в будущем, данные методы оба данных метода в любом случае будут лучше, чем стандартный террейн. Потому что стандартный террейн Юнити содержит в себе несколько недостатков. Помимо того, что он просто морально устарел и не может дать действительно красивого результата с помощью стандартных механизмов, еще у него есть проблемы именно с производительностью. Чем больше текстур вы на него нанесете, тем тяжелее он становится. Потому что текстурки все-таки располагаются там, опять-таки, по какой-то его внутренней маске. Они все время просчитываются, и чем больше текстур будет храниться на одном террейне, тем больше он их будет просчитывать, тем больше ресурсов потреблять, и значит, тем меньше будет ваш фреймрейт. А как мы все знаем, частота кадров в секунду игроков волнует очень даже сильно. Вот, собственно, и все, о чем я хотел рассказать сегодня. Но это не конец работы с ландшафтом и непосредственно с террейном. Это только первая часть урока. Вторая часть урока будет содержать как раз-таки инструменты и механизмы, с помощью которых мы сможем создавать красивую землю стандартными средствами Unity, то есть не прибегая к сторонним моделькам. Если у вас после просмотра остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Буду отвечать по мере поступления. Понравилось видео – ставьте пальцы вверх. Не понравилось – ставьте пальцы вниз. Если есть возможность, расскажите об этом видео друзьям. Возможно, оно кому-то также будет интересно, как и вам. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.